Несколько новостей одной строкой. 1. Германия разрешила продолжить строительство Северного потока-2. 2. Администрация Байдена решила отказаться от санкций по отношению к СП-2. Об этом пишет американское агентство Аксиос, со ссылкой сразу на два источника. Проинформированные о решении главы Белого дома, формулировка, противоречит национальным интересам. 3. Госдеп США намерен ввести санкции против четырех кораблей, которые строит Северный поток-2. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на собственные источники. 4. Свифт подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения России от системы. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. 5. В МИД Германии подтвердили отказ США от санкций против компании-оператора газопровода СП-2 «Нордстрим-2» Эги и ее гендиректора гражданина ФРГ Матио Саваринга. 6. Партия Трампа внесла в Конгресс новый законопроект о тотальных санкциях против Северного потока-2. 7. Министерство финансов США вело санкции против 13 российских кораблей, которые ведут укладку газопровода Северный поток-2. Также в санкционный список попали 4 организации из РФ. В то же время в санкционном списке нет компании-оператора Северного потока-2, а также прочих немецких компаний, которые связаны с проектом. Вас ничего в этом списке не смущает? У меня только один вопрос. А что там делает новый законопроект республиканцев против Северного потока-2? Ведь до сих пор санкции против СП-2 были прерогативой демократов, а трамписты этому, как могли, сопротивлялись. Лидеры республиканцев в сенате Митча Мак-Коннелла за это даже прозвали Москоумыч, за его ничем необъяснимую любовь к Кремлю. Из этого можно сделать очевидный, но парадоксальный вывод, русофобия в американском политикуме не является целенаправленной политикой Белого дома, а служит лишь инструментом внутриполитической борьбы. США уже давно не видят в России врага, угрожающего американскому доминированию, с которым надо целенаправленно бороться в качестве первоочередной задачи. При Трампе агентами Кремля были республиканцы. При Байдене их место заняли демократы. Как говорится, ничего личного, закон сохранения энергии. Круговорот с национальными интересами США. У Байдена сочли, что санкции против компании оператора «Северного потока-2», «Нордстрим-2» и «Ги» и немецких потребителей газа противоречат национальным интересам. Дружба с ФРГ для штатов оказалась важнее войны с РФ. Байден восстанавливает порушенные Трампом отношения с основными союзниками. И это он еще не встретился с Путиным. Не исключено, что во имя национальных интересов он не подотрется и Украиной. Я сам в это не верю, но чем черт не шутит. Тут важно, что потребует взамен. Но с «Северным потоком-2» вопрос закрыт. На пути его достройки больше ничего не стоит. По крайней мере, в ближайшие 90 дней. Для тех, кто не в курсе, сообщаю, Госдеп докладывает Конгрессу о реализации принятых им законов раз в квартал. О следующих своих шагах в этом направлении он должен будет доложить лишь в сентябре. К тому моменту строительство СП-2, я думаю, будет уже завершено с вероятностью 120%. По состоянию на текущий момент Тубфортуна на ветке В уже закончила укладку труб на датском участке и перешла на немецкий. Там ей осталось проложить 13,6 километра, при скорости укладки 1,21 километра в сутки, считайте сами. На ветке Акотс Академик Черский в датской исключительно экономической зоне еще надо пройти около 63 километров, и на немецком участке добить оставшиеся 14,4 километра, при скорости укладки 3,15 километра в сутки, это на месяц работы даже при очень плохой погоде. Сейчас на померанском побережье Штиль бригады работают, не покладая рук, за срыв графика укладки предусмотрены штрафы. Все говорит о том, что к моменту сдачи фрау Меркель своих полномочий 26 сентября 2021 года СП-2 будет закончен. Как Путин обойдет возможные проблемы с его сертификацией, лицензированием и вводом в эксплуатацию, увидим. Думаю, опять появятся фирмы-прокладки с уставным фондом в 1 доллар и штатом из двух человек. Как сурово американцы обошлись сумкой и еще 12 российскими судами, попавшими под санкции Госдепа, мы уже увидели. Как они вежливо раскланились Федеральным государственным бюджетным учреждением Морская спасательная служба МЗС, участвующим в проекте тоже. Для тех, кто не в курсе, сообщаю, Минфин США наказал МЗС и любую организацию, где ей принадлежит 50 и более процентов акций, только за СП-2 и ТП, турецкий поток, оставив другие виды ее финансовой деятельности вне зоны применения санкций. Про друга Путина, бывшего сотрудника штази, Стаси, тайная полиция ГДР, аналог КГБ, а ныне директора Nord Stream 2 AG Матиоса Варинга, тоже уже все сказано. Ладно, пусть Матиос Варинг гражданин ФРГ, с которой Байден не хочет ругаться, но сама-то компания-оператор Nord Stream 2 AG зарегистрирована в швейцарской юрисдикции. Что со Швейцарией Байден тоже боится испортить отношения. Как обошел Байден закон Конгресса США, это вообще отдельная песня. Я сам думал и писал об этом, что это невозможно. Санкции против СП-2 были проведены поправками к оборонному бюджету США на 2021 год, за который 1 января 2021 года проголосовали обе палаты Конгресса, преодолев для этого еще и вето президента, что случилось впервые за время правления Трампа. Байден был поставлен в ситуацию, когда, чтобы отменить данный закон, нужно было принимать новый, потому что законы Конгресса указами президента не регулируются, а в Конгрессе на этот счет полный консенсус, и слоны, и ослы всеми копытами, или что там у них еще есть, были за санкции против ненавистной России. Если при этом пострадает еще и Германия, то слонов это тоже устраивало, что мы тут же и увидели. В борьбе за выживание топят даже союзников. Дорогой газ сделает европейскую продукцию не конкурентоспособной по сравнению с продукцией американских производителей, а немцы американцам конкуренты, прежде всего на американском внутреннем рынке. В ситуации глобального мирового кризиса всей капиталистической системы, выжить может только один, и обвинять республиканцев, ратующих за приоритет национальных интересов, что они хотят, чтобы этим одним оказались США, как-то даже глупо. При всей любви Байдена к фрау Меркель ситуация была безвыходная. Так, казалось мне. Я и представить себе не мог, что Белый дом может проигнорировать закон Конгресса США, сославшись на национальные интересы. Однако, оказалось, в этом мире нет ничего невозможного. Госдеп красиво сделал ручкой Конгрессу США, клятвенно пообещав, что в следующий раз вернется к этому вопросу не позднее, чем через 90 дней, когда СП-2 будет уже достроен. Кто там нас пугал злобным и мстительным старикашкой Байденом? На деле старикан оказался добрейшей души человек. Вот когда Альцгеймер в помощь. Ничего не помнит. Какая такая Украина? Не знаю. А где это? Какая такая Польша? Наш друг. И что с того? Какой такой Северный поток-2? Ничего не знаю. Да, бог с ним. Пусть будет, Путин. Россия. Этих помню. Страшные люди, дикая страна, гиперзвуковые ракеты. Надо договариваться, а то поздно будет. Вот и оказалось, что если для Путина СП-2, это вопрос политического престижа, то для Байдена не более чем разменная маньяка. Газпром вообще не хотел форсировать его строительство. Чисто экономически это оказалось для него даже выгоднее. Вы будете смеяться, но это так. Ситуация сложилась таким образом, что Россия может отказаться от украинской ГТС и без СП-2. Тем более, что в связи с падением производства в результате системного кризиса, осложненного коронавирусной инфекцией, в Европе потребление газа сократилось. И неизвестно, последует ли за этим бурный рост, поскольку ЕС активно принимает нормативные акты, блокирующие углеводородную энергетику, заявляя о ставке на развитие водородной и прочих видов зеленой энергетики. Выглядит это, по крайней мере, странным, потому что ЕС воздвигает искусственные препятствия на пути углеводородных носителей на европейский рынок, при этом не имея им альтернативы. Если такая самоубийственная политика продолжится, то часть имеющихся и создающихся мощностей по доставке газа может оказаться вообще избыточной. В этом смысле СПГ, хоть и дороже трубопроводного газа, позволяет легче маневрировать по направлениям и объемам поставки. К тому же российский СПГ все равно дешевле, чем у конкурентов. Газпром уже намекал своим европейским партнерам, что готов отказаться от СП-2, поскольку сами партнеры относятся к проекту так, как будто он нужен только ему. На государственном уровне в ЕС только Германия отстаивала СП-2, и то не всегда последовательно. Остальные же делали вид, что это не их дело, и что не их французские, австрийские и прочие компании задействованы в проекте. Однако эти робкие намеки Газпрома Кремль практически сразу дезавуировал, что лишний раз подтвердило тот факт, что по своей значимости для участников глобального противостояния политическая и экономическая составляющие проекта как минимум сравнялись. Если Газпром, исходя из чисто экономических предпочтений, на данный момент был бы не прочь законсервировать стройку и подождать до лучших времен, то для РФ как государства такое решение неприемлемо по факту. Потому что во всем мире оно будет воспринято как поражение России в прямом противостоянии с США, соответственно подорван будет не только политический авторитет Кремля, но и возможности развития торгово-экономического сотрудничества и не только на европейском направлении. Поэтому Путин, безусловно, рад, что решение о достройке СП-2 удалось продавить. Свои обещания перед фрау Меркель он выполнил. Как при этом наварился Газпром, об этом уже в следующем тексте. Продолжение следует.